Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири. И сегодня мы будем читать 81-й Псалом. В православной толковой Библии говорится, «При общности содержания Псалма в нем нет препятствий считать его написанным во время Давида и его современникам и певцом, пророкам Асафом. В Псалме осуждается несправедливость судей». В Писании говорится о том, что суд – это дело Божие. И когда кто-либо судит именно без оглядки на справедливость, а выполняет некий заказ, или всегда на стороне власти, или всегда на стороне преступников, это одинаково греховно, ибо суд должен быть нелицеприятным. Надписание этого Псалма – Псалом Асафа, такое же надписание и на еврейском, и начало Псалма – «Бог стал в сонме богов, дабы среди богов произвести суд». Что значит «бог стал в сонме богов»? То есть он стал среди судей, потому что слово «бог» – «элогим», и слово «судьи», то есть «люди, которые вершат суды» – это тоже «элогим». Хотя судьи еще называются шофтим, но достаточно часто они называются логим. «Дабы среди богов произвести суд» – здесь игра слов, «дабы среди судей произвести суд», потому что эти судьи ведут себя недостойно. «Доколе будете судить неправедно и лицеприятствовать грешникам, давайте правым, честный, правый суд сиротею богому, смиренному и нищему являйте правду». То есть судья должен судить по справедливости, а не выполнять чей-то заказ. «Отнимайте бедного и убогого из руки грешника и избавляйте его». То есть Господь настаивает на том, чтобы суд правый вершился над сиротой и убогом, потому что эти люди заслуживают снисхождения, чтобы смиренного и нищего защищали в суде и чтобы отнимали бедного и убогого из руки грешника и избавляли его. Имеется в виду, что если человек убогий, бедный, продал себя в рабство, такая ситуация описывается в законе. «Не познали», то есть судьи не познали эту истину, «не разумели, во тьме ходят, да подвигнутся все основания земли». То есть если суд несправедлив, то все приходит в бесславное движение. И суд над судьями – это уже неизбежность. «Я сказал, вы боги и все сыны Всевышнего». Это шестой стих. Здесь можно прочитать и так. «Я сказал, вы судьи и все сыны Всевышнего. Однако вы как люди умираете, то есть ваш суд прекратится. И как всякий из начальников падете. «Восстань, Боже, суди землю». Вот только Божий суд, он нелицеприятен, он честен и справедлив. «Восстань, Боже, суди землю, ибо ты, то есть Господь, будешь иметь наследие во всех народах». Потому что когда Господь будет судить землю, он одинаково будет оценивать не только свой народ, но и в каждом народе он найдет праведных, благочестивых, которые заслуживают оправдания. И такое возможно только в формате христианства. Итак, мы прочитали 81-й Псалом, в нем всего 8 стихов. И мы посмотрим, как он звучит с еврейского. «Псалом от Асафа. Бог стоит в общине судейской, среди судей он суд вершит». Среди судей, то есть над судьями. «Доколе судить неправильно будете и нечестивым лицеприятствовать, судите за скудного и сироту, бедного и нищего, правым признайте. дайте скудному и неимущему беды избежать, из руки нечестивых спасите. Не знают и не понимают они, то есть эти судьи, во тьме они бродят, пошатнулись все устой земли. Я сказал, божественны вы и сыны Всевышнего все вы, но как человек вы умрете и как один из вельмож попадете, восстань Боже, суди землю, ибо ты владеешь всеми племенами». Ну, мы видим, что смысл почти не расходится и один период почти не дополняет другой. Игорь Негода Игорь Негода